Недавно пришедшие. Можете пока просто его отсканить, оставить у себя вкладочку в браузере и потом пройти. Все, начинаем. Получилось отсканить? Все окей? Хорош. Так, сегодня у нас третья лекция по перформанс-тестированию. Сегодня мы уделим внимание перформанс-тест-дизайну. Как мы уже говорили с вами, в первой лекции, да, из активности перформанс-инженера мы написали тесты, прогнали их, получили какие-то результаты, респонс таймы, пропускную способность сервера, утилизацию системы. Но эта информация ничего не скажет нашему заказчику, бизнес-оунору, человеку из менеджмента, который мыслит абсолютно в других плоскостях. Он мыслит пользователями, их объемами и то, как они конвертируются. То есть теми сущностями, которые привязаны к деньгам. Для того, чтобы получить валидные результаты, которые мы сможем потом интерпретировать, нам нужно давать валидную нагрузку. А для того, чтобы нам сгенерировать правильно эту нагрузку, необходимо достаточно много внимания определить именно этому этапу и написанию модели нагрузки. Именно по этому этапу мы и уделим сегодня больше всего времени. Также мы поговорим о том, какие основные типы тестов бывают нагрузочные и краткий обзор основных нагрузочных тулов, которые есть на рынке, но об этом всем потом. Сначала быстренько пройдемся по материалу, который мы уже прошли. Итак, почему перформанс для нас важен? Потому что конечный пользователь ассоциирует его как будто бы это часть продукта, который мы ему продаем. Именно поэтому перформанс является влияющим фактором на прибыль от нашего продукта. Также не раз будем еще раз подчеркивать то, что перформанс тестирования – это не функциональный тип тестирования. То есть мы не говорим о каких-то функциональных багах. Перформанс инженер фокусируется только на нефункциональных каких-то моментах приложения и на улучшении нефункциональных характеристик его. Также мы говорили о том, что перформанс инженер – это достаточно многогранная профессия, которая включает в себя, скажем так, на стыке разных профессий человека, на стыке разных технических стеков. То есть это человек, который общается и с заказчиком, и с командами, с темледами, получая определенный набор информации, который позволит ему в дальнейшем правильно построить перформанс процессы. Также на предыдущей лекции Макс вам рассказывал о том, как начать перформанс проект с ноля. Главный первый этап, который, да, он вовлекает в основном это бумажная работа, но основной вашей активностью будет общение. Что вообще такое workload или, как можно назвать, перевести модель нагрузки. Это, грубо говоря, распределение нагрузки на нашу тестируемую систему, максимально приближенное к реальным сценариям использования. То есть это такая же… это моделирование нагрузки, аналогичной нагрузке на продакшене. Следовательно, моделирование workload – это процесс идентификации каких-то базовых паттернов использования приложения и собирание их в определенные пользовательские сценарии, на основании которых мы уже и будем генерировать нагрузку. Из основных активностей, которые необходимо… через которые необходимо пройти в процессе создания workload является, конечно же, первое – это определение целей. Зачем вообще нам нужен данный тип workload? То есть он может быть не один, их может быть несколько. И в зависимости от этих целей уже будем отталкиваться, какие типы тестов нам нужны. Следующий момент – это определение ключевых транзакций. То есть это набор базовых операций, которые критически важны для данного бизнес-домена, для данного конкретного приложения. После того, как мы получаем наборы этих операций, мы создаем уже пользовательские роли, профили. То есть мы собираем эти транзакции в какую-то последовательность, которая привязывается к реальному пользователю. Типы пользователей могут быть разные. Об этом мы более детально потом поговорим. После чего мы создаем распределение, какое количество пользователей той или иной группы будет пользоваться нашим приложением. То есть это могут быть администраторы, либо же рядовые пользователи. И после этого мы уже определяем уровни нагрузки, которые мы будем подавать на наше приложение. Об этих всех моментах мы более детально далее поговорим. Первое — это цели. Цели могут быть абсолютно разные. Зависит от того, что захочет от нас заказчик, когда придет к нам, либо же то, что мы ему продадим, если он не знает, что он хочет. То есть это может быть приложение, которое только стартует, и главной целью является определение текущего состояния производительности. Либо же это может быть конфигурационное тестирование, когда у заказчика уже есть инфраструктура, и он хочет как-то сэкономить. То есть ему нужно провести тестирование, грубо говоря, одного и того же билда, но на разных конфигурациях окружения. Либо же колокейшн и клауд, либо там четыре сервера и два сервера. Для того, чтобы заказчик мог понять, нужно ли ему дальше платить за четыре сервера, или можно на двух с теми же удовлетворенными KPI-ами предоставлять тот же уровень услуг. Также это может быть capacity планирования. То есть это еще на этапе только старта проекта нужно заложить, сколько каких элементов системы нам необходимо, и для этого нам нужно понимать, какой из, грубо говоря, веб-серверов, сколько запросов сможет выдержать. Все эти цели могут комбинироваться в зависимости от ситуации. Но главным моментом является то, что в любом из кейсов мы должны моделировать нагрузку, максимально приближенную к продакшену, к использованию реальными пользователями. Начнем с ключевых сценариев использования. Что подразумевается? Это какие-то атомарные действия с нашим продуктом. То есть если привести пример из обычного e-com проекта, это посещение какой-то страницы, это логин, добавление товара в корзину. То есть это под атомарным, я имею в виду, логическую операцию, а не операцию на сервере. То есть понятно, что открытие страницы или логин вовлекает на бэк-энде множество разных операций, но для конечного пользователя это будет просто логин. С примером разобрались. Где мы можем получить эти сценарии? Это может быть и реальная статистика с продакшена. Это может быть статистика бизнес-аналитиков, какие-то предикшены, маркетологов. Это может быть real usage monitoring, то есть это JS, которые бегают на всех страницах и собирают данные о пользователях. Это в принципе на всех интерпрайзах больше одной системы, одна как минимум, которая собирает эти данные. Также это логи сервера нашей системы. То есть если она уже в продакшене бегает, у нас есть какие-то нагрузки реальные, которые есть в продакшене, мы можем на них посмотреть и на основании их смоделировать наш workload. Ну и, конечно же, если у вас недостаточно данных, никто не хочет с вами делиться, или вы работаете в ограниченных временных рамках или еще каких-то, это просто выключить в себе инженера и поклацать продукт, подумать как пользователь и немножечко гостимейшенов, то есть сделать предположение, что бы сделал пользователь на моем месте. Хорошо. Допустим, мы собрали пачку кейсов по операциям, которые есть в нашем приложении. Их очень много. Как нам их отфильтровать? Как выбрать из них наиболее важное, которое именно нам нужно будет воспроизводить в наших тестах? Какие есть мысли на этот счет? Ну так, хорошо, мы получили кейсы вот с того или иного источника. Как нам понять, какие из этих кейсов нам необходимы? Допустим, у нас их полторы тысячи. Чтобы это все заскриптовать, покрыть и потом гонять эти тесты, нам не хватит ни одного, ни двух, ни трех спринтов. Хорошо, мы можем спросить у бизнеса. Какие еще варианты? Если мы будем делать это сами, то стоит вспомнить о принципе 20 на 80. То есть принцип Парета. Цифры могут плавать, но главный смысл в том, что 20%, допустим, если мы говорим о разрезе производительности, 20% функционала создают 80% нагрузки. То есть из всего функционала только 20% будет критическим с той или иной точки зрения. Так же само это может быть и с точки зрения наиболее используемых сценариев. Так же само и для бизнеса. Ну, конечно же, если мы говорим о любом продающем сайте, то наиболее первой и наиболее критичной точкой будет это фановый. То есть это воронки, с помощью которых происходит конверсия на нашем сайте. Например, если у нас есть какой-то фондовый сайт, фондовые биржи, на которой там покупают акции, отслеживают акции, и у этого же сайта есть, допустим, блок. Там описываются последние новости из жизни компании, какой Мерседес купил наш топ-менеджер и все такое. И там и там есть какая-то нагрузка. Кто-то туда заходит, кто-то туда. Но в данном домене более критичными операциями будут как раз таки вовремя предоставленные котировки по акциям, чем быстро открытая страница с блогом. Пойдем дальше. С этим, надеюсь, у вас какое-то представление появилось. Перед тем, как поговорить о пользовательских ролях, давайте поговорим о том, что вообще такое пользователь, как его видит система, что это за существо. То есть я его могу описать вот четырьмя тезисами. Это наш случайный генератор. То есть он делает рандомные действия с рандомными таймингами, вводит рандомную дату непонятно чем, руками, ногами, потому что он заснул, упал лицом на клавиатуру и ввел какие-то данные. И условия использования тоже рандомные. То есть он может быть и сидеть на работе, там заказывать жене подарок на день рождения, с хорошим коннекшеном и на мощной машине. А может ехать в маршрутке где-нибудь, выезжая из Одессы, там на Эджи, с телефона тоже бравзить тот же сайтик. То есть условия будут влиять на скорость предоставления ему тех страниц, которые он запрашивает. С человеческой точки зрения разобрались. По этому поводу народная мудрость. Если ты думаешь, что есть три способа что-то сделать, пользователь найдет еще два и все сломает. Вот в принципе это очень близко к истине и еще лишний раз подтверждает то, что невозможно предусмотреть все, невозможно покрыть все, поэтому очень важно приоритизировать и тестировать именно самые наиболее вероятные кейсы. Теперь поговорим о том, что такое пользователь с точки зрения сервера. Здесь у нас, скажем так, поток пользователей. Вот каждая линия — это отдельный пользователь. Они совершают какие-то действия. То есть, допустим, черный блок — это у нас точка входа, да, у них всех одинаковая. Допустим, это пусть будет хоумпейдж. Они все заходят на хоумпейдж. А дальше у каждого блок свой. То есть кто-то просто будет ждать, там, читать описание, кто-то пойдет в корзину, там у него какой-то незавершенный заказ, либо же еще какие-то действия совершит. Если же мы сделаем срез вот по вот этим вот пунктирным линиям, то мы увидим, что за единицу времени, то есть там у нас пользователей было много, но для сервера за единицу времени происходит только 10 параллельных операций. Кто-то заходит, кто-то уже в системе, и он видит это как 10 параллельных операций, но не 10 параллельных пользователей. То есть эти запросы могут генерироваться одним и тем же пользователем, просто в 10 потоков. Допустим… Либо все пользователи могут делать одно и то же. Либо же так. Допустим, у нас есть сайт с нижним женским бельем. Как выбирает мужчина, как выбирает женщина. Это также характеризирует пользовательские роли. Мужчина как? Он зайдет? О, вот это. Хорошо. Он откроет один товар, либо понравится, он его выберет и купит. Женщина будет выбирать долго. Она откроет несколько вкладочек, она будет открывать, обновлять, смотреть комментарии, то или иное действие совершать по несколько раз, возможно, даже в нескольких вкладках. Хотя по факту использование одного и того же ресурса, но действия различаются. И это может быть критичным. Ну, данный пример, конечно, он такой забавный, но на нем можно примерно понять, насколько могут различаться те или иные пользовательские роли. Также вот этот вот момент, он ярко демонстрирует то, что не всегда стоит полагаться на построение ворклода, при построении ворклода на логи сервера, потому что сервер, допустим, обычно смотрят на аксесс-логи. То есть это просто запросы, которые он получил. И не всегда есть возможность протрекать, что те или иные запросы были сделаны одним пользователем или, допустим, в рамках одной сессии. Много людей переподключаются из сети в сеть, пользуются турбраузерами, пользуются разными устройствами. Я начал гуглить на телефоне, зашел потом с компа, доделал операцию. По факту это один пользователь, система увидела его как два. Ну и так далее. Также не стоит забывать о валидных объемах данных. То есть если это форум, да, у нас там фигурируют какие-то в килобайтах, допустим, объемы, да, то есть вы запостили какой-то текст. Если мы говорим уже о ресурсе, который, допустим, ресурс обмена медиафайлами, там, Instagram, может, не Instagram, неважно, что-то, что, допустим, какой-то а-ля YouTube, Vimeo, там, или еще какой-то ресурс, в котором бегают гигабайты данных. И если мы это не учтем, а будем так же само отправлять там 200-килобайтные запросы, то по выходу результаты тестов будут слишком обнадеживающими, потому что мы грузили совершенно не нагрузкой, не соразмерной с продакшн-нагрузкой. И наши результаты, конечно, кастомер обрадуется, но потом при выходе на рынок или при выпуске новой фичи он скажет, что вы очень нехороший человек, мягко говоря. Переходим к профилям пользователей. Что это такое? Как я уже говорил, это набор атомарных операций, который связан в какую-то поседовательность. При создании этих пользовательских профилей необходимо помнить, что действия, которые он совершает, зависят от его роли. То есть рядовой пользователь даже не будет иметь доступа в админку. И он не сможет даже отправить, ну, если он, конечно, не хакерман, который пытается сломать наше приложение, он даже никогда не отправит этих запросов. Так же само, как и администратор или другая какая-то роль с расширенными правами, они не будут лазить по сайту и какие-то продукты отдельные просматривают. Они зайдут, наполнят базу и выйдут, и все. И на этом их интересы закончатся. Также стоит помнить о том, что один пользователь может делать больше одного действия, и одно и то же действие он может делать больше одного раза. Как я и говорил, просмотр там нескольких айтемов с бельем или одного, например. Также есть всегда вероятность того, что пользователь просто не дойдет до конца нашего предполагаемого сценария. То есть если говорить о фаннелах, да, у нас есть конвессия 10%. Значит, что 90% пользователей просто не дошли до конца. И это тоже нормальный use case. При создании пользовательских профилей нам помогут следующие метрики. То есть это те метрики, которые уже абстрагируют запросы, и мы переносимся на уровень абстракции именно сессий и пользователей. То есть это количество просмотренных страниц, это время на страницах, скорость, с которой пользователь переходит одной странице к другой. Ну и, конечно же, я уже говорил об этом, это процент пользователей, которые, скажем так, быстро закрыли страницу или не перешли на следующие ожидаемые. Когда мы получили уже наборы этих пользовательских ролей, мы должны высчитать распределение этих ролей, потому что каждая роль имеет набор своих действий, и все они пользуются одной и той же системой, создавая фоновую нагрузку для других пользовательских ролей. Вот, допустим, админ или вендор, да, казалось бы, 5-6% от всех пользователей. Но админ, допустим, зашел и хочет сделать бэкап каких-то данных. То есть его запросов будет мало, но они будут более емкими, чем 20% новых пользователей. Также сам вендор, он захочет сгенерировать отчет со статистикой за квартал, за год и так далее. Это тоже очень трудоемкие операции, которые создадут фоновую нагрузку на других пользователей. Очень важный вопрос, который тоже важно, нужно задеть. Модификация модели нагрузки. То есть у нас мы ее построили, мы прогнали по ней тесты, получили какие-то результаты. Вопрос к вам. Стоит ли ее менять, допустим, если вышел новый функционал? На самом деле это очень важный момент, потому как функционал постоянно обновляется, да, мы в аджайле, приложение допиливается, что-то новое появляется. Модель нагрузки нужно пересматривать. Но нужно помнить одну важную вещь. То, что мы можем сравнивать тестовые результаты только в рамках одной модели нагрузки. Допустим, мы выходим… У нас есть какая-то модель нагрузки. Мы выходим на новый рынок, и процент, количество новых пользователей у нас возрастет. Мы хотим этот кейс проверить. То есть количество возросло, процентное соотношение поменялось. Тем самым полностью поменялась нагрузка на приложение. То есть пусть даже это будет 5-10% разницы, но картина в конечном итоге будет совершенно другой. А значит и результаты, которые получены были с другой моделью нагрузки, мы не сможем сравнивать. То есть это нормальный кейс, не стоит этого бояться, что вот если я поменяю модель нагрузки, то как же я буду в weekly report сравнивать с предыдущими результатами. Это нормальный кейс, то есть ты просто это нужно озвучить. Кастомер или человек, которому ты репортишь, он должен это понимать. И сравнение ты сможешь провести только с следующим релизом и уже непосредственно с той же моделью нагрузки. По поводу визуализации модельной нагрузки. То есть я много чего наговорил, у вас какая-то каша в голове образовалась, там какие-то пользователи, какие-то процентовки. Не пугайтесь. Если попробовать визуализировать, то получится вот примерно вот такая вот красота. Ничего страшного. Ничего страшного. Хорошо. То есть действительно эта схема хорошо визуализирует то, о чем мы говорили. Этот язык называется UCML, то есть ребята собрались, перформанс комьюнити собралось и решили, что давайте сделаем какой-то UML-бейст язык для описания пользовательских действий, чтобы, допустим, от проекта, от проекта к проекту или друг с другом мы могли общаться на одном языке. То есть как это предоставить там заказчику видимость того, что вы делаете, или членам команды, если они вдруг заинтересуются, какие же тесты там все-таки бегают. То здесь нет ничего сложного. У нас есть 4 пользовательских группы, да, как мы уже говорили. У каждого есть свой путь на нашем ресурсе. То есть точка входа единая для всех, но после этого каждый пользователь живет своей жизнью. И как вы можете увидеть, помимо того, что есть какой-то straightforward путь, то есть он одно действие за другим выполняет, также есть и процентная вероятность того, что он одно и то же действие повторит, либо же не выполнит какое-то следующее действие. Вот, то есть уже до конца у нас логаут там 35-15% из всех пользователей, зашедших в эту вот веточку. Зачем нам это нужно? Зачем вот это вот все рисовать, париться? Во-первых, это дает visibility как и вам, как человеку, который будет в дальнейшем по этой картинке создавать свои нагрузочные скрипты, так и менеджерам, и тех специалистам, которые спросят, а что ты делаешь, что делать твои тесты. И в принципе этого будет для начала достаточно, чтобы у них появилось какое-то представление об этом. И в принципе выглядит достаточно прикольно. Это лучше, чем сухой текст, который нужно читать и вдумываться. Надеюсь, с этим немножко мы разобрались. Я не надеюсь на то, что у вас прям сразу эта картинка отпечатается в голове, но слайды я вышлю, глава с книги тоже будет, и это все поможет вам утрясти эти знания. UML-based, да. Ну, UML — это, скажем так, это стандарт, да. А UML — это можете пройти, там есть описание. То есть суть его в том, что он объясняет вот эти вот все логические элементы, которые есть в схеме, как описываются те или иные сущности и так далее. То есть это просто тоже стандарт, описание… Об этом мы говорили предыдущие 30 минут. То есть вы сможете просмотреть лекцию еще раз, когда я вам ее вышлю. Статистика собирается с данных, полученных от маркетологов, от кастомера и так далее. То есть это с помощью мат-статистики вычисляются вероятности тех или иных шагов, и, собственно, вот мы их здесь можем увидеть. Следующая тема — типы перформанс-тестов. Мы уже говорили о том, что производительность — это комплексная характеристика системы. Она затрагивает емкость системы, ее отзывчивость, масштабируемость, пропускную способность и так далее. Так вот эти четыре типа тестов, они тем или иным образом покрывают все эти характеристики системы. И у каждого есть своя направленность, своя специфика экзекьюции, и об этом мы поговорим далее. Первый тест, с которого обычно стоит начинать перформанс-тестирование, если вы только зашли на проект, это capacity-тест. Также его называют ramp-up-тест. Почему? Потому что нагрузка в нем не фиксирована, а постепенно повышается. Главной задачей этого теста является определение емкости нашей системы. Какие ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание? Это утилизация нашей системы, то есть хотя бы по минимуму это CPU, RAM, сеть и так далее. То есть это базовая метрика утилизации системы. И это время отклика нашей системы и ее пропускная способность. Главная задача этого теста — найти точку сатурации. Что такое точка сатурации? Здесь сферический тест в вакууме. Идеальный тест. Это количество пользователей, которые заходят в систему. То есть это, грубо говоря, виртуальные пользователи — это сейчас для понимания, это один поток, который генерирует нагрузку по какому-то сценарию. Это наша пропускная способность, то есть это количество респонсов системы в секунду. Там это значение этих респонсов, и нижний правый — это загрузка CPU на нашей системе. Как вы можете увидеть, везде отмечена пунктиром какая-то точка. Вот именно эту точку можно называть точкой сатурации. То есть если дословно перевести, saturation — насыщение. То есть это точка, в которой система достигла какого-то своего, скажем так, не пика, но уперлась в свою емкость. То есть у нас CPU на сервере уже уперлась в 100%. Процессор постоянно обрабатывает запросы. И когда мы дошли до этой точки, наши реквесты, которые он отдает, ну да, реквесты, которые он отдает, начинают выстраиваться в очередь. То есть он уже процессорное время на один поток, да, на обработку одного запроса. Оно выросло, и наши реквесты выстраиваются в очередь. Тем самым время отдачи этого респонса растет, как вы можете увидеть. И тем самым мы находим точку сатурации. Найти мы его можем не всегда, потому что мы можем упереться в какой-то bottleneck. Боттлнек — это может быть либо функциональный, либо конфигурационный баг, либо нефункциональный баг, который мы, собственно, и пытаемся выявить. Есть вопросы по графикам? Хорошо. Следующий. Load test, нагрузочный тест — это, собственно, тот тест, с которым все ассоциируют нагрузочное тестирование, да, еще называют fixed load, потому как нагрузка фиксированная. Главная задача этого теста является проверить, удовлетворяет ли система наши поставленные KPI. То есть обычно этот тест проводится не под высокими нагрузками, а нагрузками в процентной зависимости от емкости нашей системы. Обычно это low load, mid load, high load. То есть низкая нагрузка, средняя и высокая. Под высокая мы подразумеваем так же. Это 80% от точки насыщения. Также может быть какой-то magic number, спущенный от менеджеров, кастомеров и так далее. То есть они захотят на 67,5% вот емкости провести. Вот мы хотим так узнать. Вот интересно очень. Вот. Вопрос к вам. Если он с фиксированной нагрузкой, и мы работаем в пределах емкости нашей системы, зачем нам проводить три теста вместо одного с разными нагрузками? Ну, в принципе, это суть большинства тестов, посмотреть по времени. Но тут именно вопрос в том, зачем нам градации по уровням нагрузки? Что мы можем увидеть на низкой нагрузке, на средней и на высокой? Что может отличаться? Да, а как он будет отличаться? Ну, в зависимости, если мало нагрузки, будет довольно быстро раздражаться сайт. И высокой нагрузки он будет пить подольше. Хорошо. А если мы говорим о нагрузках, с которыми наша система справляется? То есть вот 100% это… Это должно быть оптимальным. То есть мы, например, считали, что у нас заружается за секунду сайт, при там 50 тысячах пользователей там, если они заружаются на рынке. Да, хорошо. А если зайдет, допустим… 50 тысяч, а ты туда? Не, сейчас это вопрос следующего теста. А если зайдет не 50 тысяч, с которыми сайт справляется, хорошо, а 10 или 20 или 30? Сильно будет отличаться response time? Если это в пределах его емкости? Нет. Вот. В принципе, в этом и задача. Посмотреть, будет ли сильно отличаться response time. Если он будет, то это также может выявить какие-то боттлнеки или перформанс баги в системе, которые в зависимости от нагрузки мы получаем те или иные последствия. Грубо говоря, на ожидаемой нагрузке, которая у вас есть, у вас нет боттлнека. Система работает, как хочет заказчик. Вы даете маленькую нагрузку ответа на секунду, вы даете 80% боттлнеки, ответ 3,5 секунды. Разница 2,5. Too much. Это значит, что где-то есть проблема, но она еще себя не проявит. Да, то есть вы... Если это 150%, она себя проявит. Лучше это выгодится, чем на продаже. Да, то есть это такой превентивный способ выявить баги раньше. Следующий тип теста – стресс-тест. То есть это уже тест, который опирует нагрузками за ожидаемой нагрузкой на систему. Зачем нам нужен этот тип тестов? Если предыдущий тип тестов в принципе использовался для того, чтобы на постоянной основе вычислять, есть ли перформанс деградация или нет от билда к билду, то здесь мы уже говорим о каких-то критических кейсах использования, когда есть резкие всплески использования приложения или подобные вещи. Также мы смотрим, как и в предыдущих тестах, это утилизация, это пропускная способность и времени отклика. Ну, здесь времени отклика не сильно важны, потому что нагрузка выше ожидаемой. Но главным моментом является количество ошибок, которые мы получаем с нашей системы. если на схеме, да, смотреть, то, грубо говоря, это потолок нашей системы, и мы подаем нагрузку выше этого потолка. Что мы таким образом можем увидеть? Ну, реакцию сайта, ну, то, что мы сделали, превышение. Например, он падает там или там, не знаю, он подписает, он бегает. Через сколько упадет? Через сколько упадет? А что еще важно? Каким еще важным… Сможет ли он отойти? Это очень тоже важный момент. То есть, да, если мы грузим больше, чем система ожидает, естественно, что она начнет захлебываться и упадет. Но более важным моментом для кастомера будет, как долго она будет лежать и как быстро она восстановится. Да, это уже вопрос availability и так далее. Последний тип теста, который мы рассмотрим сегодня, это endurance или continuous hour operation тест. Это очень длительный, спокойный тест, который может длиться от 8 часов и до бесконечности. То есть обычно эти тесты проводятся около 40% от емкости нашей системы, но их главная фишка – это то, что они симулируют активность в нашей системе, которая равна каким-то, скажем так, циклам использования. То есть это либо один рабочий день, да, если мы говорим о 8 часах, либо 12 часов в зависимости от ресурса, либо же это вся целая неделя с разными… с изменениями нагрузки в зависимости от времени дня. Если, допустим, это новостной сайт, да, что-то произошло, люди все пошли смотреть, либо же это фондовая биржа, там акции какой-то компании падают все, скупают, тоже всплеск получился. То есть нагрузка идет неравномерно, но есть какой-то паттерн использования приложений. Зачем такие длинные тесты? В принципе, мы можем и на Fixed Load пустить те же 40% и получить тоже наши response time. Зачем? Что этот тест покажет, чего не покажет предыдущий? Стабильность, согласен. Круто. Ну вот, если… чтобы визуализировать, да, то есть 100% нагрузки, 100% в емкости системы, вот мы меньше половинки, загрузили и держим. Этот тест нужен для того, чтобы наткнуться на такие моменты, допустим, как memory leak. То есть в 20-минутном, 30-минутном тесте мы просто не успеем настолько много наплодить объектов, чтобы система начала подтекать. Особенно если мы говорим там о Java и в похожих языках, в которых, допустим, неосторожность того же программиста, да, или неправильная конфигурация базы данных там с connection'ами и прочим может привести к тому, что пулы connection'ов там или объекты в памяти будут утилизироваться некорректно или вообще не будут утилизироваться. И это будет потихонечку забивать нашу память и в конечном итоге повлияет на user experience даже при нагрузке в 40% от емкости. Также очень важным моментом в таких тестах является внимание к load-генератору. То есть это та машина, которая генерирует непосредственно нагрузку на наш сайт, ресурс, неважно что. Потому как 8 часов отправлять запросы, хранить ответы, агрегировать данные по response time'ам и другие метрики тоже, в принципе, ресурсоемкая задача. И очень часто, когда перформанс-тестировщик или инженер не подумал об этом, запустил тест и думает, ладно, я через недельку его проверю. И он очень с грустным лицом обнаруживает, что через 2 дня его load-генератор просто захлебнулся там с out of memory, потому как он просто не вывез такой объем данных хранить в памяти. Или же он писал на диск, а load-генератор был на каком-то таком ограниченном инстансе, допустим, в клауде, у которого был маленький диск, и он просто этими логами забил весь диск и тоже упал. То есть этот момент тоже очень важно учитывать. Последняя тема на сегодня это обзор тестовых тул. В принципе, это тоже касается и модели нагрузки, и типов тестов, которые мы будем проводить, но больше это задел на следующие лекции, потому как эта информация вам будет нужна и важна для выполнения заданий, для выбора тулы и так далее. У меня нету задачи сейчас рассмотреть все тулы на рынке, которые есть. У нас и времени не хватит. И даже если бы мы это сделали, то пока бы мы все рассмотрели, уже бы появилась парочка новых тулов, потому что они как грибы после дождя в последнее время растут. Давайте сначала рассмотрим архитектуру нагрузочной тулы. То есть я хочу вам дать инструментарий для того, чтобы вы могли анализировать любую тулу, которая вам понравится или которую вы захотите использовать, с точки зрения, подойдет вам она или нет. Если вы будете знать, на какие моменты нужно обратить внимание при ее выборе, это будет гораздо полезнее, чем рассмотреть десяток и сказать вот это точно классное, точно вам понравится и подойдет. Итак, есть, можно выделить следующие основные модули, которые есть в любой лоттуле. То есть это скриптинг модуль. Это какой-то функционал типа рекордера, который позволяет вам сэкономить время на скриптовании. То есть если мы говорим о вебе, это либо какая-то проксия, записывающая действия, интерпретирующая их в псевдокод данного конкретного тула, либо же это просто плагинчик, который интегрируется в ваш браузер и все ступы, которые вы делаете, записывает. Следующее — это тест-менеджмент модуль. То есть если мы говорим о скриптинге, то это какие-то конкретные запросы на сервер. Если мы говорим о тест-менеджменте, то это уже выстраивание этих запросов в какие-то логические структуры. То есть это уже условия какие-то, которые позволяют вам скриптовать распределение пользователей, которые мы на картинке видели. То есть, допустим, все потоки, которые дойдут до этого условия, они либо пойдут дальше, либо, скажем так, бросят эту страницу, наш ресурс и закончат свою сессию. Следующий модуль — это непосредственно load-инжектор. То есть обычно это модуль, который под капотом у себя содержит какую-то низкоуровневую библиотеку на C, например, или еще на каких-нибудь быстрых языках. И, собственно, он и выполняет вот эти вот скрипты, которые написаны в другом модуле. Модуль по анализу, в принципе, тоже все логично. Это тот модуль, который собирает данные тестовые и выдает какой-то предварительные какие-то данные. Также очень часто сейчас, как must-have, в тулах уже идут и репортинговые какие-то зачатки. То есть вы по прохождению теста уже получаете с самой тулы готовый HTML-репортик красивый, который динамически может какие-то чартики рисовать в зависимости от того, что вы выберете и так далее. Также мониторинг агенты, на примере того же G-Meter, которые можно инсталлировать на систему, которую мы тестируем, и они подтягивают данные непосредственно сразу в load-тул. Тем самым она сможет отрисовать вам графики не только по response time, но и по утилизации ресурсов системы. Тулова очень много. Платные, бесплатные и так далее. Может быть, какие-то из логотипа вам будут знакомы. Есть какие-то знакомые? Apache G-Meter. В принципе, да. Это то, с чем все знакомятся в первую очередь. Хорошо. Мы говорили о архитектуре load-tool. А теперь давайте все-таки поговорим о критериях. Может быть, вы подскажете, какие из критериев при выборе тулы были бы критичными вот именно для вас? На что стоит смотреть? Прайсинг. Хорошо. Хорошо. Комьюнити. Круто. Еще есть варианты? В принципе. Хочет ли или заказчик? Ну, обычно заказчик не имеет представления, что это такое. Вы ему это продаете вместе со своей работой. В принципе, да, вы правы. То есть это с технической точки зрения. Это поддержка протоколов. То есть банально, если у вас в приложении используется что-то специфическое или даже базовое, но, скажем так, эта тулла может не поддерживать этот протокол. Это платформа. То есть куда именно мы можем установить нашу туллу? Если она, допустим, Windows-зависима, да? Если кто-то захочет с Visual Studio запускать наши нагрузочные тесты, да, то ему придется раскошелиться еще и на лицензию на Windows и лицензию на Visual Studio. Но это уже отдельный разговор. Это системные требования. То есть насколько наш лоат тул прожорлив в своем, именно при генерации нагрузки. Это возможность также к масштабируемости. То есть если мы говорим о нагрузочном тестировании, это большие объемы данных и не всегда целесообразно генерировать нагрузку с одного инстанца. Кто может сказать почему? Какие могут быть батлнеки на стороне лод-генератора? Вот. Это самый ключевой момент. То есть может быть достаточно мощный проц, достаточно памяти диска, но нагрузка, которую мы генерируем, грубо говоря, просто не помещается. То есть есть такое явление, как coordinated omission. Мы думаем, что мы даем нагрузку в 1000 пользователей, а на самом деле в систему приходит только 800, потому что больше не выходит с нашего лод-генератора. И об этом тоже не стоит забывать. Хостинг мод. Это принцип размещения нашего лод-генератора. То есть сейчас очень стало модным с приходом в нагрузочное тестирование клаудов SaaS-систем, которые предоставляют вам услугу по нагрузочному тестированию. То есть вы, грубо говоря, загружаете в клауд свой скрипт, назад получаете репорт. Все, что происходит под капотом, вас не волнует и вы не знаете. Да, но, ну, скажем так, имеет место быть такой подход, но когда вы не знаете, при каких условиях ранились тесты, вы не можете доверять результатам этих тестов. Также лицензирование, то есть это цена нашего продукта open source или проприетарный какой-то, мастодонт типа HP loadrunner, который стоит очень дорого, но при этом тоже предоставляет очень широкий функционал. Time to first hello world. То есть это порог вхождения на нашу тулу. Как быстро вы сможете разобраться в ней, как быстро вы сможете по докам установить, заскриптовать, прогнать свой первый тест. Ну и, конечно же, комьюнити, то есть это то, насколько она расширена, насколько она используется в перформанс-инжиниринг-кругах, сколько форумов существует с топиками по этой туле, потому что какой бы ни описанной была тулу, какой бы хорошей ни была документация, всегда может произойти так, что у вас будет в проекте какой-то кастомный протокол, очень быстрый, который нужно протестировать, и вам нужно дописать какой-нибудь плагин, кастыль в свою тулу для генерации нагрузки, чтобы проверить работу этого протокола. Опять-таки, куда вы пойдете? Вы пойдете на стек-оверфлоу, пойдете на какие-то форумы этой тулы, что сэкономит вам время, и вы не будете набивать шишки самостоятельно. Вот, в принципе, краткий перечень тех моментов, на которые стоит обратить внимание. Хороший вопрос об этом дальше. Я расскажу вкратце о двух тулах, которые наиболее распространены, потому что они опенсорсные. Я не буду рассматривать платные тулы типа loadrunner. В принципе, вам ничего не мешает это загуглить. У них есть очень хорошая, прекрасная документация. Вот, и даже бесконечный trial mode на 50 потоков, ну, это как бы отдельная история с определенной ноткой мазохизма. Вот, я расскажу вам про Gmeter и Gatling. Это две основных тулы, которые, в принципе, используются на проектах и наиболее, скажем так, покрытые, наиболее, самые большие комьюнити имеют и распространение. Итак, фишки Gmeter. То, что, поскольку он написан на Java и писался он изначально как тула для тестирования патч-сервера, которая потом уже переросла в отдельную load-tool, у него концепция один поток, один пользователь. Чем это плохо? Плохо тем, что если ваш поток за весь тест часовой должен сделать один реквест, то он проинициализируется в начале теста и, грубо говоря, в конце теста он сделает один запрос и умрет. Но все время теста он будет жить и занимать память. Допустим, что у вас таких потоков 30 тысяч или 50 тысяч, и они просто выжирают память, но при этом не генерируют никакой нагрузки. Это плохо с точки зрения того, что ваша тыла становится более прожорливой. С другой стороны, это хорошо для начинающих тестировщиков, потому как такая модель позволяет легче мапить, скажем так, программную реализацию на пользовательские действия. То есть мы понимаем, что один поток — это один пользователь. Грубо говоря, 50 потоков пошло по одному направлению, значит, 50 пользователей сделало это действие. Следующий момент. Хорошее покрытие по протоколам. Также, опять-таки, спасибо комьюнити за это. Интегрируется с UI-тестами, то есть туда можно вкрутить Selenium и мерить UI приложение через G-Meter. Но так делать не нужно. Это можно, но не нужно. И также у него есть master slave mode из коробки. Что это дает? Один инстанс инициируется как мастер, то есть он не генерирует нагрузку, а менеджит всех остальных агентов. Что это дает? Это дает сбор результатов в одной точке и сразу агрегация этих результатов. Но как минус это то, что при больших нагрузках наш мастер становится боттлнеком нашего лот-генератора, потому что поток данных к нему очень большой, он тоже захлебывается. Приходится уже искать какие-то ворк-раунды либо же менять тул. Ну и, конечно же, графический интерфейс тоже может быть плюсом для начинающих, для людей, которые хотят познакомиться с нагрузочным тестированием. Но для кого-то это может быть и минусом. Структура джимитера останавливаться не будем. Это больше для вас в качестве домашки. Почитайте документацию, примерно разобраться его в архитектуре. Может, будет на квизе, может, не будет. Посмотрим. Следующий — это Gatling, Scala-based. Менее прожорливый, чем G-meter, потому как в его ядре ACA framework асинхронный. Там концепция другая. У нас уже не один юзер, один поток. У нас есть пул задач и пул экторов. Не экторов химинес-брау, а это экторы, которые выполняют задачи из пула. То есть, грубо говоря, если у нас тот же самый один запрос, который нужно выполнить, он не будет ждать весь тест с этой задачей, чтобы ее выполнить. Он ее в конце дернет и все, или в начале дернет, и как только он освободится, он пойдет за следующей задачей. То есть, простоя мощности нашего лот-генератора нет. Это очень хорошо с точки зрения генерации больших нагрузок на ограниченном железе нашего лот-генератора. Про это я сказал, то, что он очень экономит нам ресурсы. Одним из плюсов в противовес G-meter, то, что он имеет свой DSL и пишется как код. То есть, тест у нас не в виде XML-файла огромного лежит, как в G-meter. То есть, вы, грубо говоря, без G-meter тест не сможете прочитать, потому что его нужно будет синтерпретировать в графическом режиме в какую-то структуру запросов. Здесь же это просто читаемый код на DSL-е, построенный на скале. То есть, это даже не чистая скала. Многих пугает то, что, о, это же скала. Мне нужно сначала выучить скалу, чтобы написать тест. Но это не так. DSL достаточно простой и понятный. И синтаксис, и, скажем так, написание самих тестов не занимает много времени. А также он более легковесный в плане логирования результатов и во время теста и передачи их куда-нибудь на сервер, там, или записи в файл. Тоже по структуре пройдетесь потом, когда будут выставлены слайды, ссылочка на документацию. Итак, сегодня прошли длинный путь, много информации. Поговорили о том, что такое модель нагрузки, как она важна, что без нее никуда, без нее не будет адекватной нагрузки на наш сервер, не будет адекватных результатов для нашего кастомера. Посмотрели на типы перформанс-тестов. Мы можем провести все четыре типа теста, можем провести два базовых, в зависимости от того, сколько будет времени, что захочет заказчик и так далее. Ну и по тулам, в принципе, тот список критериев, по которым их нужно выбрать, достаточно исчерпывающий, поэтому если у вас будет стоять вопрос такой, советую опираться на него. Ну и на сегодня это все. Как всегда, квиз в конце. Спасибо за внимание.